Давайте я представлюсь. Меня зовут Антон Павлович. В течение, наверное, двух лет я преподаю в онлайн. В том году вел курсы подготовки к олимпиадной математике. Мы вместе с командой основали школу в этом году, привлекли преподавателей. Вы, наверное, уже видели Сергея и Катю. Вот про это могу сказать. Потом, получается, я сам преподаю около трех лет олимпиадную математику, преподаю в предуниверсарии мои и в инженерной школе в Москве. Опыт преподавания – это три года. Что еще? Еще работа в лаборатории в МФТИ, нанометрологии, наночастиц. Если будет кому-то интересно, можете тоже задавать вопросы по этому поводу. Что еще? Не знаю, может, у вас есть какие-то вопросы? Ну, в принципе, в общем, все. Если вам будет интересно что-то еще про меня, то можете спрашивать. Я могу рассказать вам про МФТИ, про различные олимпиады, про поступления, про разные факультеты, разные вузы. Вопрос, который всех интересует при поступлении в МФТИ. Какие все-таки же олимпиады сейчас засчитываются, кроме всероссийских? Олимпиады засчитываются… Там перечень каждый год меняется. В том году засчитывались около шести олимпиад по математике. Это ПСЕХ, ПВГ, ОМА, ОМА, ОМАНОСОВ, РосАТОМ, КУРЧАДО. Я вот сколько пишу олимпиады, получается, РосАТОМ, ОМАНОСОВ – это практически стабильность в каждом году при поступлении в МФТИ, верно? Да, это дает БВЕ, без вступительных испытаний. Я слышал, получается, если я напишу всероссийскую олимпиаду, но это мало вероятно, на призера, то я вроде могу получить 100 баллов по этому профильному предмету, и надо лишь вроде мини-экзамены написать подтверждение, да? Если ты имеешь в виду про классический всеросс или про перечню олимпиады? Про всеросс, нет. Про всеросс. Надо будет подтвердить его на ЕГЭ еще. То есть надо будет на ЕГЭ набрать больше 70 баллов. Тогда олимпиады засчитываются. В принципе, здесь требования одинаковые, что и с перечневыми олимпиадами. Вопрос такой, если в девятом классе затащить всеросс, будет ли это проходом для поступления через два года? Просто есть правило, что все раз действует 4 года. Да, действует 4 года, но льготы, это каждый институт определяет индивидуально, но льготы девятого класса, они могут все-таки аннулироваться. То есть, скорее всего, надо узнавать индивидуально. То есть, каждый факультет, каждый вуз, они сами выдвигают свои требования. То есть, например, они могут написать, вот мы, наш факультет, котируют все раз девятого класса, а, например, другой факультет может не котировать. То есть, это надо узнавать индивидуально. Но, скорее всего, в девятом классе, если вы выиграете в сервис, вам дадут индивидуальные достижения только, мне кажется. Несколько баллов к ЕГЭ. Хорошо, понятно, спасибо. Слишком большой промежуток. Что имеется в виду под тем, что Олимпиады 4 года котируются, как результаты ЕГЭ? Это говорит о том, что вы выпустились из института, и, допустим, вы никуда не поступили, не захотели, взяли год отдохнуть. После этого у вас есть еще несколько лет, что вы можете поступить бесплатно в институт или с теми льготами, которые давали вам Олимпиады в одиннадцатом классе. То есть это скорее про это имеется в виду. Да, привет, просто чел. Так, ну давайте я вам немножко еще расскажу о курсе, который у нас будет. На этой неделе, получается, мы будем рассматривать систему уравнений. Сейчас более такие простые системы уравнений, на следующем занятии углубимся в некоторые темы посерьезнее. Вот, в целом, что будет на курсе? На курсе будет 8 занятий. Это имеется в виду на месячном курсе, уже потом. По 2 часа. Группы до 30 человек, то есть аналог как школьный класс. Мы сможем с вами все время общаться голосом, задавать вопросы. Ну, как показывает практика, если 30 человек запишутся на курс, то это примерно 18 человек онлайн. А 18 человек онлайн – это не так много. Вот, поэтому, в принципе, общение будет такое достаточно тесное. Вот. Что еще? Еще будут устные сдачи домашек кураторам. То есть выборочно из письменной домашки будут выбираться несколько задач, и вы будете защищать устно. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы в институте вам было легче учиться, и чтобы вы научились излагать свои мысли с помощью математических терминов. То есть у вас появилась такая грамотная математическая речь. Потому что вам все равно в институте и в дальнейшем придется очень часто излагать какие-то доказательства теорем на тех же зачетах, экзаменах и так далее. И поэтому этот навык, он очень важен. И еще, когда вы рассказываете решение задач, вы сами повторяете свое решение и закрепляете эти знания. Стоимость курса за месяц будет 6500. Вот здесь вопрос в чате задали. Так, по тому, что я рассказал о себе и по курсу, есть какие-то вопросы? Да, нет вроде. Нет, вопросов нет. У меня есть один вопрос. Да. Курс идет один месяц или больше? Курс идет до финалов Олимпиад. Курс идет до лета вроде бы, разве нет? Вот, сейчас скажу, подождите. Курс идет весь год. Но основной материал, который вам нужен для того, чтобы затащить Олимпиаду, он излагается до момента конца этих заключительных этапов. То есть примерно до физтеха, ПВГ. Потом, получается, до лета вы будете проходить различные темы, углубляться в какие-то темы, в которые мы сейчас не будем иметь времени углубиться. Потому что это с точки зрения именно результативности, это не очень эффективно. То есть, например, есть какие-то направления комбинаторики, которые очень интересны могут быть. Их, безусловно, нужно знать. Но прикладной пользы и необходимости они не имеют такой большой. Поэтому мы их немножко откладываем на конец года. И в конце года будут еще темы, которые будут полезны для того, чтобы адаптироваться к Олимпиадам уже 50-го класса. Понятно, спасибо. У меня еще один есть вопросик. А можете поподробнее немного рассказать про мои предуниверсарии? То есть, для кого он, насколько он классный и так далее? Просто интересно знать. Про мои. Эта школа, получается, заинтересована в том, чтобы дети поступали в мои. Преподавательский состав по-математике. Вот я как бы там провожу практикумы. Там очень интересная система образовательная выстроенная. Сейчас я, наверное, в течение минуты расскажу немножко. Получается, есть занятие алгебра-геометрии. И есть раз в неделю у каждого класса практикум. Практикум – это вам дается листья задачи, и вы его потом защищаете. То есть, вы как бы объясняете, как вы решили каждую задачу. Преподаватель вам защитывает или не защитывает. И выставляет баллы. То есть, это входит в учебную программу. Преподавательский состав по математике там очень хороший. То есть, там есть выпускники МГУ, выпускники физтеха преподают математику. Поэтому математика там действительно на хорошем уровне. Ну, также я там преподаю олимпиадную математику. Вот. Потом, что еще могу сказать? По другим предметам, честно говоря, ничего не могу сказать. Потому что я как бы в своем варюсь. Вот. В целом, коллектив приятный. Дети достаточно умные. Много вне классной деятельности. Ходят в театры, играют в настолки, устраивают чемпионаты по доте. То есть, какие-то, не знаю, там, какие-то внеурочные деятельности. Там, на самом деле, очень хорошо развита. И вот, например, в той школе, в которой я учился, там такого, наверное, не было. Такой внеурочной деятельности интересной. Вот. Здесь прямо за этим следят. Вот, например, около школы ребят собираются на скейтах кататься. Вот. После уроков остаются играть в настольный теннис. Два теннисных стола стоят. Вот. Поэтому я бы сказал, что это такая очень хорошая школа. С точки зрения того, что там нет супернагрузки, как в таких, наверное, очень профильных школах, как лицея вторая школа, да, допустим, и так далее. Но уровень дается хороший. Его достаточно, чтобы поступить даже в топовый институт, если стараться. И плюс очень приятный коллектив и внеурочная деятельность. Поэтому я бы в принципе... Спасибо, что рассказали. Так, ну, давайте начнем. И если что, если у вас еще остались вопросы, мы тогда их обсудим уже на перерыве. Так, у нас вот есть вот такая вот задачка. Эта задача у нас на... Какой метод, как вы думаете? Это как бы самый классический такой метод. Можете подумать, написать в чат или ответить голосом. Как вам удобно. Ну, для начала задачку. Вот когда вы видите новую задачу, я бы советовал здесь в голове сначала освежить все методы, которые у вас могут быть как бы на эту тему. То есть, например, да, вы увидели систему уравнений. Что вы можете подумать? Можно использовать замену. Оно может быть симметричным. Оно может быть однородным. Оно может, не знаю, решаться с помощью какой-то подстановки необычной. Вот. То есть, вы должны перебрать... Ну, в теории можно... Можно привести это к общему, во-первых, знаменателю, верхнюю дробь. И сделать... Так как мы видим x, y, можем x, y как раз-таки выразить. Хотя нет, это будет сложно у вас. Ну да, можно x, y выразить. Но пока что это как бы только один из шагов. Вот смотрите, как бы я советовал подходить к решению олимпиадной задачи. Вот первое, вы набрасываете варианты решений. А второе, вы стараетесь, вот знаете, как шахматист, немножко посчитать ходы. То есть, вы такие, окей, сделаю я этот ход. То есть, x, y выражу в первом уравнении. Что это мне даст? То есть, вот чем глубже вы будете видеть цепочку рассуждений, чем глубже вы сможете проводить цепочку рассуждений, чем меньше вы будете тратить времени на решение задачи. Потому что вы подумали о чем-то, вместо того, чтобы это высчитывать в тетрадке, тратить на это время, бумагу, просчеты, вы можете вот такой вот немножко заглянуть вперед чуть-чуть. Поэтому не стоит торопиться с тем, чтобы быстро как-то ее решить, начать что-то делать, выражать. Но в то же время и не надо слишком долго думать и болтать. Поэтому здесь как бы нужно соблюдать вот эту вот середину. Так, а какие еще есть варианты? Давайте я вам подскажу. Смотрите, у нас есть x, y, x, y, x, y. Вот, это здесь видно. Что еще у нас тут есть? Вот что у нас осталось? Да, у нас есть 2x плюс y в первом. Во втором 2x плюс y есть. Да, да. И очевидно у нас эта система решается с помощью замены. То есть мы сейчас сможем ввести вот такую вот замену и с помощью нее сделать систему также относительно двух перемен. То есть плохо, когда у нас замена нам дает 3 перемена. Потому что у нас 2 уравнения, 3 переменных, значит мы как бы эту систему однозначно не можем решить. Это важно знать. То есть если у нас, ну, однозначно решить в общем виде. Если она не какая-то там хитрая, например, только в целых числах, или там какой-то признак наделенности работает, или еще что-то. То есть если у нас просто уравнение, у нас есть 3 неизвестных, но 2 уравнения, то тогда у нас нельзя однозначно ее решить. То есть хорошо, когда у нас есть 2 неизвестных и 2 уравнения. Так, смотрите, мы можем ввести вот такую переменную a, это x, y, и переменную b. Это 2x плюс y. Вот, ну, тогда запишем теперь, что у нас получается. То есть это, в принципе, полностью равносильный переход. При учете вот такой вот замены. у нас получается a делить на 2 плюс 5 делить на, получается, b минус a равно 5. И второе у нас получается b плюс 10 делить на a равно 4 плюс a. Так, хорошо. Что дальше? То есть вот ввели мы эту замену. Что мы дальше можем здесь выразить? Как нам удобно? Мы можем из второго равенства перенести a в левую сторону и сказать, что b минус a равно 4 плюс 10 поделить на a. И это значение поставить первое равенство, знаменатель дроби второго слагаемого. И я буду что-нибудь вытушить. Имеется в виду выразить b, да? Правильно? Я понял. Выразить b, уединить все в правой части и подставить. Ну, скорее b минус a выразить. То есть мы выражаем b минус a и подставляем в знаменатель второй дроби. То есть, действительно, если здесь выразить просто b и подставить через a, то, честно говоря, здесь будет какое-то не очень приятное выражение. Но здесь вот правильно говорят. Так, как тебя зовут? Я Ксюша. Хорошо. Вот Ксюша говорит правильно, что нам здесь выгодно выразить b минус a. Давайте так и сделаем. То есть запишем b минус a. Получается, ну и сразу к общему приведем. У нас тогда получится 4a минус 10 делить на a. Вот. А здесь у нас тогда будет a делить на 2 плюс 5а на 4а минус 10. Равна 5. Вот такое вот у нас выражение получается. Так. Хорошо. У нас здесь, в принципе, все уравнение относительно a. Теперь мы можем что-то сделать. Что мы можем сделать? Ну, на самом деле, можно попробовать привести к общему знаменателю. То есть у нас, ну, из второго равенства мы все домножаем. Ну, в общем, мы приводим к общему знаменателю. У нас получается, на самом деле, квадратное уравнение. И мы можем выразить a. Ну, да. Да. В принципе, можем привести к общему и выразить a. Давайте это сделаем. Давайте мы его отдельно тогда рассмотрим. Второе уравнение. Первое уравнение. Так, или у нас здесь уже первый шаг был, так обозначим. Давайте мы, чтобы не запутаться, обозначим это по-другому. Обозначим как один с точкой, два с точкой. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас тогда получается. Ну, здесь будет, если мы его приводим к общему, то здесь можно двойку вынести. Это умножаем на 2a минус 5. То есть получается 2a минус 5. Я лучше сделаю это по действиям, чтобы вам всем было все точно понятно. 2a минус 10 плюс 5a равно 5. Так, дальше мы что можем? Перемножим и сократим. У нас получится сверху просто 2a квадрат. Снизу 2 на 2a минус 10. Двойка сокращается. Равно пятерки. Ну и домножаем пятерку на 2a минус 10. Сейчас, я ошибся, да, по-моему? Да. Я вынес, вынес там двойку, но оставил десятку. Надо быть внимательней. Нет. Так, значит, у нас здесь получается минус 5. 5. И тогда мы получаем вот такое уравнение. a квадрат равняется 10a минус 25. Ну и получается, какие у нас здесь корни? Здесь сразу видно. Бискриминант равен нулю, и поэтому a равно пятерке. Да, a равно пятерке. Вот, хорошо, нашли a. После этого что мы сделаем? После этого мы это a подставим вот в это уравнение, в первое, и найдем b. Или же, или же легче вот куда подставить. Сейчас надо посмотреть, куда легче подставить. Давайте, в принципе, да, первое уравнение подставим. Вот сюда, где мы уже, где мы выразили. Так, и что у нас тогда получится? У нас получится b равняется. Так, минус a переносим туда. Можно его как минус, как a квадрат, вот сюда перенести. У нас получится 25 плюс 20 минус 10. И делить все это на 5. Ну, а это у нас получается 7. Да, 35 на 5, 7. Вот, отлично. Теперь мы нашли, что x умножить на y равняется 5. А x, 2x плюс y, у нас равняется 7. Ну, что отсюда легче сделать, как мы будем дальше действовать. Ну, а дальше мы можем сказать, что пусть y это x, это 5 поделить на x, и подставляем это во второе равенство, и получаем 2x плюс 5 поделить на x равно семерке. И x равно единице. Да, можно так сделать, но легче, когда мы можем что-то выразить не со знаком деления все-таки. То есть это будет как-то так лучше выглядеть. Поэтому мы можем выразить y равно, получается, 7 минус 2x, и поставить это сюда и получить квадратное уравнение. То есть у нас получится 7x минус 2x квадрат, минус 5, равно 0. Вот, перепишем это уравнение еще раз. Получим. Давайте его домножим на минус единицу, и можно сокращать на 2. Ну, смысл здесь сокращать арммету, просто перепишем, помножив на единицу, на минус единицу. Кстати, очень частая ошибка. Вот, казалось бы, ну зачем это переписывать? И так все видно, и так сейчас посчитать дискриминат. Вы концентрируетесь на этом, и такие, типа, ну да, все понятно, все помню. Считайте дискриминат правильно. А потом, когда пишете, например, уже находите сами x, вы не делите на 2a. То есть вместо а вы можете взять вот эту семерку. Я сейчас а имею в виду коэффициент. Коэффициент перед x квадрат. Вот. И вы можете взять семерку. Или же, когда берете минус b, вы можете взять двойку. Поэтому это очень важный момент. То есть кажется мелочь, но если вы все время так делаете, и как бы все время себя испытываете на эту ошибку, то есть лучше как можно меньше вариантов оставлять для ошибки. Кажется, да, вроде, ну так вот, очень подробно пишите, тратите на это время. Но на поиск ошибки вы будете гораздо дольше тратить время. Гораздо больше. Так. Минус 7 и плюс 5. Равно 0. Так, какие у нас корни получаются, кто уже посчитал, можно сказать? 2,5 и 1. 1 и 2,5. Так, отлично. И теперь что мы делаем? Ну, кстати, еще к десятичной записи. Ну, лучше все-таки оставлять в дробной записи 5,2. Так как-то лучше. Ну, это опять же не… Игры же получается всегда либо 5, либо 2. Игрек получается при х единице, да, получается 5. А при х, 5 вторых, двойка. Да, вот и все. Так, и теперь записываем ответ. Это у нас получается в их скобочках 1, 5. И получается 5 вторых и 2. Вот еще есть такая распространенная ошибка. Смотрите, допустим, возьмем так, что у нас здесь 1 и минус 1 подходил бы. Ну, допустим, а здесь 5 и минус 5. Очень часто ответ начинает писать в таком виде. Какую здесь ошибку? Ну, какая вот ошибка в записи такой? Вот, допустим, такие корни бы нам подходили условно. Почему здесь ошибка? Потому что, возможно, больше случаев, чем 2. Ну, да, да. То есть, может быть, 1 и минус 5. Да, да, правильно. Вот, подходит случай 1 минус 5, минус 1, 5. То есть, здесь аж 4 ответа на самом деле кроется. Это очень такая типовая ошибка, вроде как мелочь. Сейчас я так напишу, ничего страшного. Ну, здесь действительно кроется такая вот ошибка. Так, есть ли какие-то вопросы по задаче? Нет, вопросов нет. Нет. Все понятно. Да, отлично. Можно еще раз пробежать по плану. Смотрите, в первом диалоге мы увидели, что здесь есть интересная замена А и Б. Если мы заменяем на А и Б, то мы получаем уравнение с двумя неизвестными. Систему уравнений с двумя неизвестными. Это уже нам, ну, это уже очень хорошо. Второй момент. Мы сразу же можем что-то выразить. То есть, нам может показаться, давайте-ка мы во втором уравнении выразим Б. И тогда мы сильно поторопимся, потому что, если мы просто выразим Б и поставим во второе, в первое уравнение, то тогда мы будем мучиться с счетом. Счет будет страшный, ну, не страшный сильно, да, чисто здесь небольшие, но все равно он будет неудобный. Поэтому всегда, ну, никогда не нужно отключать мозг. То есть, нужно всегда думать, концентрироваться, что-то такое придумывать все равно. Поэтому вот мы здесь можем заметить, что Б минус А, если мы выразим, то у нас очень удобное выражение, мы его можем подставить сюда. Упростили, получили, посчитали А, нашли, подставили, получили Б, ну, и решаем вот такое вот уравнение. Дальше уже все достаточно тривиально. Так, вот такое вот уравнение. Ну, посмотрите, на самом деле оно легкое, и если кто-то быстро понял, как его решить, может... Так, мы добавляем второе равенство на 2, потом в это все откладываем и получаем просто куб суммы, кипс игрок. Но некоторым очень легкое будет, поэтому пишите в чат, кто понял. Вот, а пусть те, кто не поняли, немножко подумают. Потому что она действительно не особо замысловата, но на одну классическую идею, которую все равно нужно знать и понимать. Плюсики, кто понимает, что здесь можно сделать. Я понял, сколько таких людей. Так, хорошо. Можно вопрос? Да. А сегодня... Я просто начало пропустил это. Сегодня только систему, что ли? Да, сегодня только систему распустим. Понял. Спасибо. Так, ну окей. Я вижу, что уже достаточно людей понимает, что делать. Тогда давайте просто быстрее сделать. Это метод алгебраического сложения уравнений. То есть, в чем идея? Идея в том, что мы берем какое-то из этих уравнений, домножаем на что-то. Иногда ни на что не домножаем, но это очень редко бывает. Скорее всего, нужно на что-то домножить. Домножаем это на... Ну, в данном случае мы... В данном случае мы домножаем на тройку, нижнее уравнение. И складываем. Что у нас тогда получается? У нас получается... Так, ну вот это уравнение домножаем на 3. Это также переписываем. Здесь у нас получается 3х квадрат у плюс 3х квадрат минус 6х. Я думаю, теперь станет многим понятно, что мы можем сделать дальше. Про тех, кто еще не понял сразу. Мы можем сложить эти два уравнения. Тогда мы получим... х в третий плюс 3х квадрат у плюс 3х квадрат плюс х в третий равно единице. Вот. Что это у нас за формула? Куб суммы. Да. Да, куб суммы. Ну, кстати, напомню вам на всякий случай форму можно беном Ньютона, но я думаю, вам пока... Мы именно беном Ньютона рассмотрим позже, а сейчас для многочленов можно увидеть треугольник Паскаля. Смотрите, если у нас есть выражение а плюс б в какой-то степени, в степени Н. Если это степень 0, если Н равно 0, тогда у нас это все выражение имеет коэффициент 1, и оно само равняется единице. Если у нас Н равняется единице, тогда у нас получается здесь 2 единички. Пока что все понятно. Ну, то есть, просто пока что. Не думайте даже об этом. Ну, вот такие коэффициенты получаются. То есть, в общем-то, у нас а плюс б равняется... В первой степени это а плюс б. Значит, коэффициент перед а единичка, коэффициент перед б тоже единичка. Все понятно. Дальше, допустим, мы берем Н3. У нас получается... Сейчас я как-то скомканно начал тут это оформлять. Вот это внизу шу. Смотрите, если у нас... Вот 1, 1, 1. Если у нас Н равняется двойке. 1, 2, 1. Какое правило? 1 плюс 1, 2. Сносим сюда двойку. 1 сносится сюда, 1 сносится сюда. Дальше 1, 1. Опять по краям. Вот эти два числа суммируем, получаем 3. Вот эти два числа суммируем, получаем 3. И вот это и есть коэффициенты, которые нам сейчас нужны. То есть, мы можем сказать, что x плюс y в третьей степени. То есть, так и выходит. Вот эти коэффициенты получаются. Вот. То есть, а плюс b в третьей степени. Тут вот с такими коэффициентами. Можно вопрос. Как это доказать? Это доказывается уже немножко сложнее через бином Ньютона. Вот. И мы это тоже будем... Тогда бином Ньютона надо доказать. У бинома Ньютона очень легкое доказательство на самом деле. Поэтому это вполне решаемо. Не знаю, не смотрел. Немножко уходить. Ладно. Потому что я думаю, что это все-таки вызовет какие-то недопонимания у многих. Вот. Поэтому пока что это доказывается на уровне таком интуитивном. То есть, вы можете взять, например, Н пятерку, попробовать доказать. Вы увидите, что все правильно. Но это пока что не будет доказательством. В принципе, это можно доказать через индукцию. Попробовать. Математическую индукцию. Если кому-то интересно, можете попробовать. И потом напишите в чат в общий. Если получилось. Так. Но на этом мы не будем останавливаться. Это как вам такая небольшая подсказка, как понять, что это действительно куб суммы. Вот. У нас получается тогда... А можно вопрос? Но чуть-чуть не по теме, но тоже про формулу. Как доказывается, сумма Н, получается, Н степень суммы двух членов? Слушай, ну, это немножко неуместно. У нас просто уравнение. Давай либо в самом конце ты задашь вопросы, которые тебя интересуют, либо уже в чате. Окей, отлично. Хорошо. Это, может быть, не всем интересно с курсом. Так. Х в третьей плюс у в третьей плюс у в семи. Что мы дальше делаем? Дальше мы видим, что степень здесь нечетная. Значит, мы можем просто-напросто взять корень третьей степени и получить, что х, у равняется единице. То есть сразу выразим х через у. 1 минус у. Подставляем это во второе уравнение. Что у нас получается? У нас получается 1 минус у в третьей плюс у в третьей плюс у в третьей плюс у в третьей плюс у в третьей степени. Вот. А теперь, что вы можете сказать дальше? То есть, что мы, вот так скажу, какими знаками мы сейчас будем раскрывать разность в третьей степени? Ну, у нас получается идет 1 в кубе минус, минус сначала идет минус у, минус 3 у в квадрат, плюс 3 у и минус у в третьей степени. И минус у в третьей степени. Да, правильно. Получается плюс у в третьей степени равно 7. И в итоге мы получаем просто-напросто квадратное уравнение, которое решаем. У нас минус у в квадрате. Просто давайте возьмем у, 3 у в квадрате, минус 3 у и плюс 6. Равно нулю. Возвращаем на 3. У в квадрате минус у плюс 2. Равно нулю. Итак, а какие здесь у нас корни получаются? Здесь достаточно легко решить по теореме Виета. Кто может сказать, какие певценты будут у теоремы Виета? Допустим, берем у1 и у2. Какой здесь корни? Единичка, а их произведение двоечка. Да. Так, а у нас либо минус 1 и 2, либо минус 2 и… 1 и 1. А, не, какой 1 и 1. Да, правильно сказали. Да, значит, а что нам подходит? Кто сказал? Минус 2 и 1, 1 и минус… Ой, минус 1 и 2 и минус 2 и 1. И второй получается у нас 2 минус 1. Ну, это правильно. Сейчас вопрос, потому что у нас не снижается. Да. У нас получилось неположительно. А, Игорь, где? Сейчас. А почему минус 1? Сейчас, секунду. Минус 1. Это ошибка, да, получается у нас? Где-то со знаками, возможно? Сейчас бросайте в форму у нас. Поверим, поскольку. А в теореме Ви, это сумма корней равна а или b? У нас она равна минус b, делить на а. Ну, все правильно. Там двойка минус единица и минус единица двойка. У меня так же получилось. Да, но, когда мы произведение считаем… А, подождите. Ну да, когда мы произведение считаем, у нас же минус двойка получается сейчас. Правильно тогда выходит. А там, если по дискриминанту просто посчитать, то решение и уравнение – это два и минус единица. Так, а где тут ошибка? Я вот сам не вижу. Кто видит ошибку, подскажите? Вроде, да, вроде все правильно. Но вот здесь должен быть… Здесь я так полагаю, это уже… Так, а, нет, не так. Нет, вроде, не знаю. Где-то косяк. Вроде правильно, а вроде… Так, ну давайте мы… Сейчас… x равняется 1 минус y. Это правильно. Поставляем его вот сюда. 1 минус плюс 1 плюс… Мы когда 6 переносим, там минус должен быть минус 6. На, ну да, все понятно. Минус 6. Не, минус 6 у нас же… Нет, не должно быть. Если смотреть из того равенства, где у нас 1 минус 3 грика, у нас 3 грика, у нас 3 грика, если там переносить, то 3 грика, у нас 3 грика, у нас 3 грика, у нас 6 все правильно. Значит, до этого ошибка. Вот. Да, давайте мы просто-напросто проверим эти корни вот здесь вот. Вот и сейчас у нас получается… Нет, корни правильные, минус единицы и двойка – это правильно абсолютно. Да, неправильный. Тогда почему у нас вот здесь вот… Здесь вот должен быть знак минус, я так полугаю, где-то ошибка все-таки есть. Потому что она была раньше. А потому что, потому что у нас идет 1 минус 3 игрок плюс 3 игрок квадрат. Да. Да, да, да. Просто такая вот копийская у нас вышла. Да, правильно. И тогда все сходится. Это здесь может быть знак… Да, мы когда домножим, мы даже не домножаем, мы просто переносим. И когда у нас, да, здесь действительно знак… Я просто смотрю, здесь должен быть знак минус. И это как будто опечатка. Да, если у нас здесь знак минус, то все окей. Здесь у нас получается минус 2. И все получается. Так, ну да, надо быть внимательней. Если кто-то ошибок… Какая-то незаметная… Так, здесь все понятно? Да, все понятно. Так, ну давайте посмотрим такое уравнение. И напишите свои идеи в чат. Чат, чтобы не отвлекать сейчас других, кто думает, и не подсказать. Как вы думаете, на какую идею, и как эту систему уравнений можно решить. Что, плюсик, типа, уже все понятно? Ну да, по крайней мере, идея точно есть. Ну там вроде все понятно, да. Ну ладно, окей. Сейчас тогда еще кого-нибудь подожду. В принципе, система уравнения – это такое задание, где у вас раз, щелчок, и вы все поняли. Поэтому здесь как бы уместно спрашивать, понятно ли, как решать. Потому что здесь нет… А, ну во-втором мы можем, получается, разложить на множители. Да, во-втором мы можем разложить на множители. Только… Ну да, да, можем. Ну правда, что это нам даст? После этого… Не, ну это нам действительно что-то даст. Просто надо понять, и что потом. Ну, да. Ну, в принципе, можно с этого начать. То есть, давайте с этого начнем. Мы здесь видим, что в втором уравнении, если вынести x, y. x, y у нас получается 2x минус 3y. Здесь у нас получается минус… Давайте с минусом минус 6. 2x минус 3y. И получается, это все равняется 16. Вот это уравнение у нас только остается. x, y плюс 2x минус 3y плюс 2 равно 0. Так, что у нас выходит, у нас выходит… Мы можем сейчас выполнить… Так вот. А там, получается, можно сделать замену, потому что у нас получается первое равенство – это x, y плюс 2. Ну, мы можем добавить четверку в первое равенство. То есть, у нас получится x, y плюс 6 плюс 2x минус 3y равно четверке. А во втором равенстве у нас получается x, y минус 6. А, наоборот, вычесть четверку. В общем, мы что получаем? Мы делаем замену просто. У нас x, y минус 6 – это, допустим, а, а 2x минус 3y – это b. Тогда в первом равенстве у нас получится сумма а и b, а во втором – это их произведение. Но отсюда можем найти а и b. Ну, и отсюда так раз-таки найти x, y. Да, да, действительно. То есть, мы можем вот x, y обозначить за а, а вот это вот выражение обозначить за b. Тогда что мы получим? Мы получим а плюс b плюс 2 равно 0. Вот. И здесь у нас будет а умножить на b минус 6, b равно 16. Вот такое вот у нас выражение. Дальше что мы будем делать? Дальше мы выразим отсюда, допустим, что выразим? Давайте а выразим. То есть, у нас а равняется минус b минус 2. Оставляем его сюда. У нас получается минус b квадрат минус 2b минус 6b минус 16 равно 0. Так, что у нас тогда выходит? Мы вычитаем. У нас выходит b квадрат минус 8b минус 16. А это у нас что? Это у нас точный квадрат. Значит, b у нас равняется... b у нас равняется, значит, чему? В четверке минус 4, стоп. Минус 4. Так, отлично. Нашли b, найдем тогда а. А тоже минус 4. Нет. Шибка. Нет. А2а. А, да, да, да. А равняется отбойке. Вот. Ну и теперь мы это подставляем в нашу систему с заменами. То есть, x, y равняется двойке. И x плюс y равняется минус четверке. Ну, отсюда уже совсем легко все решить. А, я не тот, да. 2 минус 3y. Так, а отсюда у нас уже выражаем откуда? Как думаете, откуда удобнее здесь будет выразить? Через деление, по сути. Ну да, наверное, здесь все-таки через деление лучше. Ну а дальше крест на крест и все. Ну да. Так, ну, тогда просто скажите мне, какие у вас ответы здесь получаются. Да, сейчас считаем. Так, ну здесь получается у нас x единичка. У нас получается 4 минус 3y квадрата равно минус 4y. Что-то так получается. Ну, типа того будет. Вот такие вот корни должны получиться. В принципе, здесь простое квадратное уравнение, потом опять подстановка, и все готово будет. По этому моменту есть какие-то вопросы? Нет, вопросов нет. Так, а точно всем понятно? Так, у кого-то плюс-минус. Плюс-минус, или это чуть позже лоб? Нет, это недавно лоб. Что значит плюс-минус? Типа понятно, но не очень. Или все-таки проделать эту работу, которую я здесь не проделал в конце? Так, окей. Давайте мы сейчас сделаем перерыв на 10 минут и продолжим в 19.00. Хорошо. Пока что я... Так, ну раз у нас перерыв, то хотел бы задать первые два вопроса. Первое. Как все-таки доказывается, если понадобится вот такая форму, а плюс б, это все в скобках и в н-ной степени? Через бином Ньютона? Вообще можно через сочетание, через сейзен пока. Знаешь такое? Не. Да, тяжело, конечно. Как у тебя дела с комбинаторикой? Что ты, к бином Ньютона, расскажите, пожалуйста. Не шарю. Ну, давай лучше ты в этом сам попробуешь немножко разобраться, потому что сейчас, если я это начну на пальцах объяснять, в торопях, мне кажется, что это не лучший вариант. Поэтому... Окей, хорошо. Ну, это какой класс получается? Девятый, десятый? Седьмой, седьмой. Седьмой? Да, плюс б в н-ной степени, это седьмой, восьмой. Написано. Программа. Может вопрос? Понимать это лучше в конце восьмого, я думаю. Да. А... Вы знаете что-то про взлет? Взлет? Чего? Ну... Влет очень крутая штука, правда, доступно только... челиком из Москвы, из Московской области. Но попасть туда вполне реально. Я вообще не знаю, что такое взлет. Ну, о чем? Взлет? Это как Sirius, только для Москвы, для Московской области. Там интенсив, так по математике, вроде так и по физике есть. Знаю точно, что есть по математике. Там просто начинаются крутые преподы с Москвы, с Московской области. Интенсивчик такой крутой. Ну, в общем, крутой. А если я не с Москвой могу, то чисто... Нет, 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 только для Подмосковья там. Да, блин. Да. Да ну, в смысле, но по сути... Мне кажется, в каждом регионе есть штучки, которые организуют... Ну, наверняка есть региональный центр, который занимается вот этим подготовкой обороны детей. На скрёте такой штеги нет, только плохо. То есть, какого там Домодедова? Да. Да. Просто я слышу о Краснодарском. Ого, Краснодарский край. Да, прикинь. Где-то тут потерялся. Ну, так вот, у нас в Краснодарском крае тут у Севабинске, что ли, строится какой-то вообще супер-пупер лицей со своим хим-био-направлением. Говорит, самое топовое будет, вообще всё кайф. Всё, информатика, физики, учителяция всего края. Да, конечно. Мотивация поехать в Краснодарский край. Да, да, да. В скобочках нет. Не знаю, взлёт это довольно топовая тема, на самом деле. Ну, я так понимаю, это уже какое-то разовое погружение, да, как я понял. Ну, то есть, ну, там много смира не проводят. Я там шесть раз был. Ого. А у тебя есть мерч? Есть толстовка? Три толстовки. Крутяк, крутяк, завидую. Четыре майки вроде. Чё-то такое. Я сама из Ярославской области, то есть, тут у меня друзья ездят, они мне рассказывают. Да ладно, Ярославская область? Да. Я из Ярика. О-о-о, ура, победа. Подожди, из какого города? Я из Рибинска. Рибинска. Из, о-о-о, я туда каждые выходные гоняю. Обалдеть, а зачем? А? Зачем, зачем, что в Рибинске? У меня там друзья, вот. Друзья, мне всё это интересно, но всё, всем пока, на первую рев. Они нашли друг друга. Кстати, кто-нибудь в Сириус ездил? Были в Сириусе? Пока нет. Ну, планируется поехать в Сочи, получается, в октябре. Сейчас будет возможность, я к родным туда еду, заодно и в Сириус хочу поездить. Крутяк. Я слышу... Нет, нет, я один раз там был, там вообще классная территория, типа... Подожди, как ты попал на территорию Сириус? Я слышу, что ты не был на программе. На программе не приходил. Нет, там можно попасть. Да, я был в программе на летней школе. Нет, там когда-то были ещё День открытых дверей, типа они проводят всё такое. Обалдеть, серьёзно, есть День открытых дверей в Сириусе. Я очень хочу туда попасть теперь. Нет, вообще... Но нам из регионов до этого Сириуса ехать. Я не знаю, я в Артек подался на зимнюю смену и в Сириус. О, короче, когда в Артеке будешь, обязательно купи рюкзак. Вот прям обязательно. Нет, я хочу купить ремень Боска от Артека. Вот. Мечта мечта. Да, потому что их нигде нету. Их нет ни на Авито, вообще нигде нельзя его купить. Ты можешь купить ремней 10 и продать каждый на Авито тысяч за 5. Они купят 100%. Ну так неинтересно, это прям барыжество, это неинтересно. Это бизнес-слон, вы не понимаете, как надо. Это... А, это бабки хрустить будет, да? Вот. Нет, кстати... Какие-нибудь, сколько можно там столько из Сириуса, да, барыжить? У меня только футболка, у меня только футболка. Думать, как... А у меня нифига нет от Сириуса. Вот я на физику ездила, я в сентябре ездила на физику год назад. Там очень круто, боже, ребят, все езжайте в Сириус, это потрясающе место. Не знаю, я... Я поматываюсь, я в основном. А с физикой все плохо, да? Не знаю, мне просто не зашло. Она как бы идет довольно легко, но... Просто... Не прикольно. Вот все говорят вокруг, что если знаешь математику, то знаешь хорошо и физику. А почему это в обратную сторону не работает? Ну, потому что, видимо, теоретических знаний по физике не хватает, чтобы знать олимпиадный матеш. Потому что олимпиадный матеш, это просто надо много ботать. Вот и все. А если будешь много ботать физику, ты будешь хорошо считать. То есть у тебя будут развиты арифметические... То есть ты арифметически можешь решить там любое уравнение. Но чтобы олимпиадный додуматься до какой-то идеи, тебе не будет хватать навыков. А вот если ты знаешь навыки в олимпиадной матеше, то физика это легко. Что олимпиадное надо вот так сидеть, 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 строчить одно и то же уравнение. Да, 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 именно. Я не знаю, матешка какая-то универсальная вообще предмет. Типа из матеша поперейти легко, а наоборот сложно. Топ это химия. Начнем с этого. Химия? Ну, не знаю. Химия. Я поспорил. Олимпиады по химии. Как ее выиграть вообще можно? Вот на олимпиадной химии можно сбрасываться. Да химия вообще там делать нечего. Там просто учишь таблицы Менделеева и все, вперед, все раз наш. А как же олимпиадная химия? А, там где-то в октябре должно быть. Ну, именно если мы говорим про в СОЖ, то есть... Ой, не про в СОЖ. Да, про в СОЖ. Этап? Школьный? Да. Нет, в СОЖ это... Я могу открыть расписание, только там, где в своих регионах разные. Какая вы группа регионов? Что еще раз? Группа регионов, да-да-да. Вторая, третья, четвертая, первая. Я первая, я первая. Ого, первая. Ого. Ого, декабь. Снял вторую группу региона. Ну, это Краснодарский край просто. И тогда вопросов нет. А вообще, у нас сейчас плюс 25 за окном. Серьезно, у нас плюс 8. И море напротив моего окна. И плюс. Ну, повезло, повезло. Погода, фигня. Черт, ну, на море. У нас такой ветер сегодня сильный, у нас просто почти ураган, потому что сносит деревья, ветки, минус машины просто на улице. Ой, у нас такое вчера было, кстати. У нас тоже вчера будет такая дичь. Сочувствую. Но, с другой стороны, вся эта атмосфера хотя бы заставляет учиться. Потому что плюс 25, плюс 30, я не смогу учиться. Когда погода говно, нормально, более-менее. Справедливо. Справедливо. Я просто от тепла, от вот этого атмосфера, типа, хочется... Мозг плавится. Да, мозг расслабляется. А тут ты фигачишь то, что тебе надо. За окном погода фиговая, вот. Поэтому тут есть свои плюсы. Хочется маленький, но не век. Хотел собаковой, типа, гулять на пирали. Так и не вышел за эспираль. Ну и ладно. До слез, до слез. А какая у тебя собака? Лабрадор. Воу, крутяк, крутяк, крутяк. Ну да. Всего лишь-то, ну как без мата вырызгается, пипец активный. Можно залезать до смерти. А когда линяет, это вообще полный трэш. Можно носки вязать, сидеть. С котом аналогичная ситуация. Один в один. Ну, со стороны, когда смотришь, что у Лабрадора, кажется, и все-таки из среднего размера собаки более оптимально, чем какие-нибудь шпицы вот эти. Да, объективно. Лабрадоры лучше. Еще очень классный Колли. Колли классный. Ну, за Колли ухаживать надо, там длинная шерсть такая. Ну, они так, пипец. Так-то да, но, блин, у меня у соседей Доберман, и он лает каждый раз, когда видит меня в окно. И чтоб вы понимали, он может в 3 часа ночи начать лаять просто ни с чего. Ну а чё, чтоб жизнь медом не казалась в этой теме. Этот Бобик лает просто, не знаю, часов 20 в сутки. Вот реально не меньше. Слушай, если я сейчас открою окно, то вы его услышите. Но не стоит. Я влоку. Да, у меня есть. У меня причем дрессированный целый гол узнает. Слышно? Да, реально слышно. Обалдеть. Я же не шути. Ник, ко мне. А можно вопрос? Можно вопрос? А у вас какого года, Ир? Города. А? Города. Не слышно. Города. Я не слышу вопрос. А, какого года, Ир? Чего? Ну я в стиле зашел в этом видео. Да. Ну какого года? Ноут. Телефон, типа, или что? Ноут. А, ноут. Мак Ир. Да, там пятнадцатого вроде. Шестнадцатого где-то, так сказать? Который. Не знаю. На М1. На девушке. Ну, на... А, на М1? Просто не знаю. Шестнадцатый. Солидно, солидно. Давайте напрямую. Вы любите слушать «Синий трактор»? А что же еще делать на iMac? Хороший вопрос. То, что надо. То, что надо, да, согласен. У меня вопрос. Знатоки информатики, помогите ПЖ. Питон или С++? Кто-то шарит? Питон. Питон. Ох уж эти питонисты, ох уж эти питонисты. С++ лучше, но ладно. Короче, смотрите. Есть такая библиотека Turtle, но у меня возникает проблема. Когда я пытаюсь импортировать эту библиотеку и запустить свой код по фракталам. Это проектная деятельность будет у меня, типа, проект создания своих фракталов. И что за херня такая? Короче, нужно как-то запустить его. Он не запускается. Вообще никак. Он крашится моментально. В плане... А можешь код показать? Чувак, он не поместится сюда. Но не, я могу скинуть. В телебус скинь. Я тебе, наверное, помогу, но ничего не гарантирую. Потому что питон это штука такая. Это питон... Может заработать, может нет. Ох, я вам звук. Хватит позарить. Давайте продолжим решать. И трактор. На самом деле, вот эта система неравенств решается полностью аналогично прошлой. То есть мы переносим из первого равенства х и в другую сторону. Снова выражаем и получаем. Вау, что это? Это х плюс у и минус х и в другую сторону. Да, в общем, полностью аналогичен, как прошлой системе. Один в один. Да, да. Вы можете ее написать в чат, кто уже понял, какое решать. А я не могу писать. Дайте доступ. Доступ в чат? Ну нет, тут же есть, типа, запрос удаленного доступа, я вам прям на компьютер наберется. Не, не надо. Так. Ну ладно. Вы какие-то гиперактивные. Сейчас же уже вечер. Откуда у вас столько сил? У меня за окном вообще-то еще соус. И собака рядом ждет, пока я погуляю с ней. Так, ну ладно, давайте решать. А у меня дождь. Все, ребят, давайте не отвлекать, не перебивайте. Давайте порешаем математику. Вот. Давайте вынесем x, y. У нас получится x плюс y равняется... Что у нас тут? 2 минус 2x. x плюс y. Вот. А здесь у нас получается x плюс y плюс x y плюс 5 равно 0. Так, ну и да, правильно сказали, что здесь действительно мы просто выполняем замену. Но замена здесь уже как бы классическая. Как такие уравнения называются, кто знает. Не кричите. Спокойно. То есть это классическая замена. И уравнения, которые решаются именно такой заменой, они определенным образом называются. Магические. Нет. Так, что никто не знает? Даже Ксюша не знает. Даже Ксюша. А можешь повторить, я пропустил. Что вы думаете? Такие системы... Ну вот, у нас сейчас получилась система уравнений. И эта система решается с помощью замены. Типовой. Я могу сейчас написать эту замену. Сигма 1. Это у нас x... Это у нас x плюс y. Вот. И сигма 2. x на y. Это система симметрическая. То есть это симметрические уравнения. Симметрическая система уравнений. Вот. И она решается с помощью такой замены. Всегда, когда мы можем заменить на x плюс y и x. x на y. Это... Ну, это является такой, как бы, симметрический. В принципе, можно еще такую же замену через сигма вести, если у нас будет как бы теорема Вьета уравнения третьей степени. То есть можно сказать, что это классическая, как бы, теорема Вьета, ну, замена, похожая на теорема Вьета. А для трех уравнений иногда применимы еще сигма 1, сигма 2, сигма 3, где они будут как коэффициенты... Где они будут как... Да, как уравнение третьей степени. Можно вопрос? Может, я чуть не понимаю. Что здесь в данном случае является сигмой замену просто или уже ответы? Ответы. Замена. А, я не все понял. Вот. Так, ну, давайте заменим. Вот, что у нас получается? У нас получается сигма 2 умножить на сигма 1 равно 2 минус 2 сигма 1. А здесь у нас получается сигма 1 плюс сигма 2 плюс 5 равно 0. Так, что мы делаем дальше? Что вам удобно сделать? Ну, в принципе, я думаю, удобно выразить сигма 2 из второго и поставить первое. Что у нас тут украинец? У нас получается сигма 2 равняется минус 5 минус сигма 1. Здесь у нас получается минус 5 минус сигма 1. У нас получается квадратное уравнение. сигма 1 в квадрате минус 5 минус 2 плюс 2, значит, у нас плюс 3 сигма 1 и получается плюс 2 равно 0. Какие у нас корни здесь получаются? Кто может сказать? Минус 1 минус 2. Да, правильно, минус 1 минус 2. То есть сигма 1 штрих минус 1 и сигма 1 в квадрате минус 2. Так, ну и здесь у нас также сигма 2 равняется минус 5 минус сигма 1. Подставляем это. Что мы получаем? Мы получаем, что у нас сигма 2 равняется минус 4. И в втором случае сигма 2 у нас равняется минус 3. Ну и все, решаем. Две системы уравнений. Первая система уравнений у нас выглядит так. x плюс y равняется минус 1. Минус 4 и 1 получается. Ну это термин где-то вроде минус. Вроде так. Минус 4. И вторая система это у нас x плюс y равняется минус 2. И x на y равняется минус 3. Вот. Такая вот получается у нас система. Первые. Из первой системы что можете сказать? Какие у нас корни получаются? Что мы здесь делаем для начала? Выражаем просто x через y, допустим, составляем и решаем квадратное уравнение. К квадратному уравнению у нас получается x квадрат. Сейчас давайте минус минус. Там минус x квадрат. Получается минус x. и плюс 4. И плюс 4. Да, мы 0. Значит, x квадрат плюс x минус 4. То есть корень из 17. Что у нас там? x равняется минус 1 плюс минус корень из 17 на 2. Ну, делить на 2. Так, дальше с этим уравнением посмотрим. 1 на минус 3 вроде, да? Ну да, здесь должны быть они попроще. Здесь у нас 1... Ну, 1 на минус 3. Да, действительно, 1 на минус 3. Вот. И в итоге можно уже написать ответ. Что у нас тут получается? Первая пара. x берем минус 1 плюс корень из 17 делить на 2. а y у нас, соответственно, такое получается. У нас там отнимается... Сейчас. Мы подставляем это. У нас получается, когда мы переносим, у нас минус... минус 1. То есть у нас получается минус 1 минус корень из 17. Правильно? Да. Минус 1 минус корень из 17. делить на 2. Так, следующая пара у нас также минус 1 минус корень из 17. Делить на 2. У нас получается тогда минус 1 плюс корень из 17. Так, и следующие пары уже попроще. Это 1 и... что у нас тогда? 3. И еще одна пара. Это у нас минус 3 и 1. Вот. В принципе... В принципе, все. Давайте еще раз пройдемся по задаче. смотрите, мы заметили, что здесь можно с первого уравнения вынести xy. Там у нас получится xy на x плюс y. И внизу, в принципе, тоже все видно, что у нас работает замена sigma1, sigma2. Это у нас симметрическая система. Если это у нас симметрическая система, то решается вот такой классической заменой. заменили, нашли sigma2 через sigma1, потом нашли sigma1 числом, sigma2 нашли. Вот. Здесь, кстати, если мы писали штрих, то здесь тоже уместно штрих и два штриха. Вот. Нашли sigma2. Ну и все. И написали два. Получается, совокупность двух систем. Нашли корни. Ну и записали. Так, есть какие-то вопросы по заданию? Думаю, вопросов нет. Может, следующий. Вопросов нет. Давай, следующий. Давайте, следующий. Так, вот такая задачка. Я смотрю, вы очень догадливые и сообразительные, поэтому давайте тоже дам вам минуту три, и вы мне напишите, кто ее решит. Я, в общем-то, думал, что уровень у вас будет чуть пониже. Получается, это комплимент? Ну, получается так, да. На самом деле, на онлайн-занятиях очень сложно угадать с уровнем, потому что, вот, например, на очных занятиях в школе. Я уверен, что эти задачи бы решались дольше, чем сейчас они решаются. Вот, поэтому. Но еще я слышу, что вы здесь многие прям олимпиадники. А, кстати, есть у кого-то какие-то такие прямо существенные достижения, может быть, за восьмой класс? За восьмой класс единственное, что я могу похвастаться. Я в прошлом году за девятый класс выучила на регион, и мне не хватило буквально пару баллов для призерства. Ну, это серьезно. Отобралась на Питерскую олимпиаду школьников по математике. Там у меня то ли почетная грамота, вообще, ну, позорище. А вот по физике с этим намного лучше, потому что я призер помощки на Московской олимпиаде школьников и первой в области. Ничего себе. Серьезно, Урэй. Не знаю, у меня есть чего-то такого прикольного. Я один раз на том же взлете на смене был вторым по рейтингу. Сейчас недавно смена закончилась, я закончил третьим. Кстати, я не знаю, в плане олимпиад сейчас, подожди, я договорю. В плане олимпиад я лох полный, взял только призером муниципа. Но мне кажется, стать призером муниципа Московской области это довольно-таки нормально. Не, я там посмотрел, я так завалил просто все. Не парься, в этом году возьмешь СЕРС. Сапросом же. В прошлом году пришел человек, у него вроде не было никаких существенных достижений и вот на наших курсах он отучился и в конце года он стал победителем ПВГ в девятом классе и поступил в лице вторая школа как раз. У меня есть решение уже получается. Получается так? Ну, хорошо. Давайте тогда начнем решать. Напишите у кого-то. можно озвучивать, в принципе, думаю? Нет, просто ждал. Я услышал, что ты его решил. Вот, ну а другие пусть подумают с нами уже вместе. Ну, подсказка можно довести до такого состояния, где можно тоже снова выразить и уже дальше легче будет. Да? Да? Действительно, здесь работает та же самая замена на самом деле. Но там вроде накладываются такие ограничения, то, что бы больше нудрость. Да, получается, бы больше нудрость. Да, накладываются такие ограничения. вот, да, давайте посмотрим. Получается, мы можем ввести систему, мы можем ввести ту же самую замену. Давайте я тут напишу. Вот. Но вместо сигни я пишу сейчас А, Б, потому что сигни, честно говоря, писать должен не обрадить. Путаются. Но лучше, конечно, сигни писать. Но по мне так можно и А, Б. Так, давайте разделаем эту замену. У нас получится А плюс корень из Б равняется 14. А в квадрате минус 2 Б плюс Б равняется 84. Да. Так, а дальше мы, пожалуй, выразим корень из Б. Ну и опять же, правильно сказали, что Б у нас ... Можно вопрос, а куда А квадрат минус 2 Б? А квадрат минус 2 все, мы разбили, понял. Ну, да, ну, просто возвели, соответственно, возвели и нам еще нужно прибавить Б. Нет, нам нужны, ну, соответственно... Да, все, я понял. У меня так же получилось, просто зачем-то вы разбили на 2 минус 2, Б и плюс Б. 2 Б, значит, надо их вычесть и плюс Б, который у нас здесь. Да, я понял. Вот, так, у нас получается такая система, корень из Б мы выразим, у нас будет 14 минус А, вот 14 минус А, мы знаем, что это больше нуля, можно возвести в квадрат предусловии, которые мы уже написали, у нас получится, вот это уравнение, минус Б, 184. Так, а здесь мы возводим в квадрат, у нас получается 196 вроде, где-то так. равняется 196, разу сейчас 14, так, Таблицу квадрата выучил, получается до 20. так, минус 28А и плюс К квадрат. Так, вот у нас Б, подставляем его во второе, и что мы получаем? Мы получаем, что у нас А сократится и останется минус 20 плюс 28А минус 196 переносим минус 84 равно 0. так, а чему сравняется она тогда? Так, точно я все правильно сделал, сейчас скуну на квадрат. Да, там на 14, даже на 28 сокращается. Ну, там 7 можно, там на 7 сокращается абсолютно все. А дальше я не считал, надеялся, кто-то уже посчитал. у нас получается 4А минус получается сколько, 14 равняется 12. Да, получается так. Вот, и мы все это сокращаем. А разве 14? Сейчас. 28, 28. 196 на 7. Да, Вот, у нас получается, что А равняется 10. Да, он уже в чате от этого проявился. Угу. Да, равняется 10. Корень из Б тогда у нас равняется 4. Берем, вот, Б у нас равняется 16. Вот, ну, а теперь возвращаемся к начальному и считаем. х плюс у нас равняется 10, х на у нас равняется 16. А что, здесь можно попробовать угадать? А Б разве не равно плюс-минус 16? Нет, не равно. Вот, вот по этой причине не равно. А, все. Вот, так, мы здесь можем сказать, что у нас можем угадать, вот, и х у нас тогда получается 8, а у 2. И из-за того, что оно симметрическое, так как решается такой симметричной заменой, мы можем сказать, что х равняется 2, а у равняется 8. А можно вопрос? Да. А запись будет же, если что, потом? Да, конечно будет. Мне просто бежать надо. Все, давай, удачи. До свидания, спасибо. Так, вот такой вот ответ. есть какие-то вопросы? Нет, вопросов нет. Вроде все понятно. Да, хорошо. Так, вот такая вот у нас задача. Давайте немножко подумайте. это тоже определенный вид уравнения, определенный вид системы уравнений. Можете написать, как он называется. Он не в чистом виде, то есть, если бы, ну, в чистом виде он немножко по-другому выглядит, но все равно, как бы, такую систему уравнений называют так. есть какие-то идеи, как она называется? Напишу подсказку. вот такое уравнение, как называется, которое я сейчас написал. Ну, это просто выдуманное уравнение, но тем не менее. Как он называется? есть какие-то идеи, никто не слышал. это уравнение называется однородным. Такие уравнения решаются типовым делением и заменой. можно разделить, можно разделить, я имею в виду, например, на а квадратный. А когда мы делим на а квадрат, у нас получается квадратное уравнение, мы относительно его решаем, и уже оттуда вытаскиваем а и b. Все понятно? Второй вариант решения это решить его как квадратное относительно одной переменной. То есть второе переменное представить как число и не обращать на нее внимания. Это, кстати, даже удобнее вариант, чем первый. В принципе, даже можно решить его по теореме Виета. Как? Ну, то есть не считать 10 раз, а решить его по теореме Виета относительно одной переменной. Но в данном случае коэффициенты не очень приятные, поэтому там не очень будет угадываться. Ну, и в том случае, который я сейчас написал, и в том случае, который вот здесь представлен. Так, ну, давайте решать. Давайте мы первое уравнение. Вот смотрите, в таких уравнениях нам нужно сделать так, чтобы оно стало действительно однородным, хотя бы одно из них. Чтобы оно стало однородным, нужно, чтобы справа был ноль. Что мы должны сделать, чтобы справа стал ноль? Ну, перенести правую часть равенства влево. Нет. А уже озвучили, как можно решить? Или нет? Нет, еще не озвучили. Я просто хотел... Короче, первое уравнение можно разложить на 3х квадрат на множестве плюс 6ху минус xy минус 2y. По идее, должно помочь. Возможно, можно. Но смотрите, мы сейчас... Сейчас я вам рассказываю какие-то основные концепции, с помощью которых вне зависимости от частностей вы сможете решить уравнение. Что это значит? Вот, например, вы встречаете такую систему. Допустим, она решается как-то очень просто. Ну, то есть, какую-то хитрость применяется, там что-то делаете, и сразу видно, все, все решилось. Но, если вы видите вот такую вот систему, там 5а квадрат плюс 7а b плюс b квадрат равно c, какому-то коэффициенту c1, и второе, там, допустим, 9а квадрат плюс 16а b плюс 2b квадрат равно c2. Вот я сейчас про такую концепцию. У нас есть уравнение, система из двух вот таких вот уравнений, которые сводятся к однородным. Каким образом первое уравнение можно свести к однородному, как вы думаете? Мы можем домножить его на c2, а второе на c1 и вычесть из одного другое. Все, вот. Это всегда работает. Всегда. То есть, любую такую систему вы сможете решить с помощью этого метода. И она будет решаться. В другом же случае, будут ли там страшные числа. и сможете ли вы с ними справиться. В том случае, когда будут совсем страшные числа, значит, все-таки надо еще подумать над другим каким-нибудь методом. Если будут не совсем страшные числа, то можно решать. Давайте решим. Мы, получается, в этом случае умножим на 7 первое уравнение и на минус 20 второе уравнение. Что у нас тогда получится? У нас получится 21 х квадрат. Так, еще раз. Вот это мы уравнение умножаем на 7. Это уравнение мы умножаем на минус 20. А можно вопрос, кстати? Да. Может ли быть такой случай, ну, чисто, чтобы простить себе задачу, первому уравнению просто прибавить единицу, а второму умножить на 3? Нет? Смотрите, если к первому уравнению прибавишь единицу, то ты прибавишь ее и к правой, и к левой части. Если ты к левой части прибавишь единицу, то у тебя не будет вот такой вот концепции. А, все, понял, в принципе. Да, это вот самое главное, чтобы в левой части у нас все члены были одной степени. Что значит одна степень? Вот смотрите, есть такое понятие, как степень многочленов. Вот какая степень, у этого многочлена? Вторая? Вторая, да. Здесь нулевая степень, то есть 16 без всего, здесь первая степень, здесь первая. Значит, сумма степеней плюс 1. Считается сумма всех степеней. Вот. У А квадрат, соответственно, вторая, и у Б квадрата тоже вторая. Значит, у нас слева все члены-многочлены имеют степень 2. Это нам очень важно. Только тогда мы сможем решить это однородное уравнение. Только тогда оно будет называться однородным, а если оно однородное, то оно решается типовым методом. Так, 35ху минус 14у квадрат равняется 140. А второе мы домножаем на минус 20. минус 20х квадрат плюс минус 20ху минус 20у квадрат равняется минус 140. Ну и все, складываем одно с другим. Мы получаем тогда х квадрат плюс 15ху минус 6у квадрат минус 34 4 минус 34у квадрат и равняется 0. Вот теперь мы получили действительно однородное уравнение. на этом этапе его можно решать тремя способами. Первый способ это по теореме Виета. Вот, по теореме Виета если вы представите одну переменную как переменную а другую как число. Второй метод тот же самый только дискриминант. Также вы представите одну букву как букву а другую как ну одну переменную как переменную а другую как число. То есть как будто она у нас константа, мы ее зафиксируем. Третий способ – это мы можем разделить все на х квадрат или на у квадрат. И тогда мы получим вот такую вот замену. Такое вот уравнение. Здесь у нас какой-то коэффициент k1 плюс k2 плюс k3 равно 0. Вот такое вот уравнение. А можно по… ну мы просто вынесем общие множители и получим то, что у нас две скобки равняются 0. Значит, либо одна из них равна 0. Не понял. Не понял идею. Разложить на множители и получить то, что две скобки равно 0. Первые скобки – это x минус 17y, а у второй – это x плюс 2y. Да, я понял идею. Ты считай, ты считай сейчас в общем-то использовать теорем вьета, можно сказать. Но смотри в чем. Дело в том, что ты не всегда можешь заметить какое-то разложение. То есть, ну вот, все-таки нахождение разложений – это творчество. Я прежде всего вам хочу дать алгоритмы, с помощью которых вы можете решать олимпиадные задачи, не применяя творчество. То есть, это основная задача на самом деле олимпиадной подготовки. Почему? Ну, не основная. Ладно, их две, да? Понятно, что научить думать. Вот, и научить решать любую задачу с помощью своего мат-аппарата. Это очень важный навык, потому что вы должны приходить и видеть, о, эту задачу я могу решить в любом случае. Но, как ее решить быстрее? Хорошо, когда у вас есть крайний метод, то есть классический. Когда вы можете не применять никакого разбиения, ничего, а просто взять, например, и посчитать дискриминант. Взять, ввести замену x на y и решить квадратное уравнение. То есть, вы знаете, это классический метод, и с помощью него вы без проблем решите эту задачу. Ну, а потом вы уже думаете, а может быть здесь как-то поинтереснее можно, здесь может вот теоремь Бигетта, например, найти вот эти корни. Вот, поэтому тут такой важный навык, знать классические, важные, ну, важные знания, вот эти вот концепции классических каких-то. Так, ну, давайте мы решим с помощью, с помощью чего будем решать, давайте мы решим как дискриминант. Квадратное относительно x, то есть мы хотим найти x. Значит, у нас получается минус, сейчас, нет, у нас получается 15y, 15y в квадрате минус 4 на минус плюс, значит, плюс 4 на 34y в квадрате. Что у нас здесь получается? 225 плюс 100, 136, 361y в квадрате. После этого мы говорим, что x1 у нас равняется минус 15y плюс 19y делить на 2. То есть, вот, как ты сказал, да, получается 2y и x2 минус 15y минус 19y делить на 2 равняется минус 17y. Вот. Вот такие вот у нас x-ы получились через зекрекет. Потом мы что делаем? Потом мы, получается, подставляем. Ну, мы можем оставить наше второе равенство из исходной системы, а как первое равенство мы доставляем сначала x равно 2y, а потом x равно минус 17y. И мы получаем совокупность из двух систем и получаем 4 пары ответов. Да, получаем 4 пары ответов, все правильно. То есть, нам нужно сейчас просто двойку, x равное 2y подставить. Куда нам легче ее подставить? Давайте мы ее подставим вот сюда. Вот. Вот. Мы подставляем и получаем 4y в квадрате плюс 2y в квадрате плюс y в квадрате равно 7. И того у нас получается 7. А y равняется плюс-минус единиц. Если y равняется плюс-минус единиц, то мы находим x. x это плюс-минус двойка. Да, x это плюс-минус двойка. Вот. Но в ответ пойдут уже, соответственно, две пары. Вот. С плюсами и с минусами. Потом мы поставляем минус 17y и также решаем. Там некрасивое уравнение, и получается, что y это плюс-минус корень из 39, если я умею считать. Но это, скорее всего, неправда. А x это минус плюс 17 в корне из 39. Вот. Наш 4 пароль. Да? Да, все правильно. можно. Так, это вам досчитать или, в принципе, это понятно? Вот сейчас, в принципе, правильный ответ сказали? Да, в принципе, понятно. Ну, по аналогии прошу, он просто представляет и все. Так, ну, в принципе, у меня закончили задачи на сегодня. Вот. У нас такой вебинар получился. Так, но я готов сейчас ответить на все ваши вопросы касаемо подготовки, курсов, не знаю, поступлений в МФТИ, поступлений в ЗУФТШ, любые вообще вопросы, какие у вас есть. Могу сейчас ответить. Ну, у меня лично вопросов нет. Все, всем удачи. Спасибо за вебинар. Все, как на. Подписывайся под каждым словом. Всем спасибо. Всем хорошего. Да, реально, все. Всем спасибо. Всем удачи. Придержали. Спасибо. И тебе, Ксюш, спасибо. Давай. Вам спасибо. Спокойной ночи. Сладких снов. Да, давай, Артем. Приятных сновидений. Пока. У меня был вопрос. На курсах тоже будут записи в наших вебинарах? На курсах, да, будут записи в наших вебинарах. Допустим, если не смог посетить, то можешь потом посмотреть. Конечно, да. А еще был вопрос. Давай, давай, говори. Какие есть направления в МФТИ? По направлению есть теоретическая физика. Ну, то есть такая прям классическая научная физика, где в основном рассматриваются какие-то теоретические объекты. Это ЛФИ. Потом есть программисты. Это ФПМИ направление. Факультет прикладной информатики и математики. И там есть ФИФТ. Там есть ФУПУМ и ФИФТ. ФУПУМ – это больше математика и физика. И программирование. Ну, такой он как бы смежный. Но у него больше такой программистский, математический набор. ФИФТ – это чисто математики и программисты. Без физики вообще. А на поступление не требуется физика, да, в ФИФТ? А ФУПУМ требуется? ФИФТ – там вроде есть какое-то направление, где можно с физикой поступать. Но тогда будет физика все равно. Чуть-чуть, ну, чуть-чуть нормально будет физика все равно во время учебы. А еще что-то есть? Что сейчас есть? Ну, еще что-то направление. ФИФТ – да, есть. Есть химбио. Химбио. Ну, понятно. Точно нет. И есть, вот, например, я учился на ХФ. Химическая, молекулярно-химическая физика. Ого. Это такая помесь химии, физики и математики. На самом деле, я бы сказал так. Вот в МФТИ вы в любом случае, кроме ФИФТа, будете знать программирование, математику, физику и немножко химию. И английский. Вот. Английский, ладно. Ну, то есть, вот эти четыре предмета вы будете однозначно знать. То есть, вот, например, поступив на ХФ, у меня очень много знакомых работают программистами. Потому что программистскую базу дают тоже хорошую. Или же многие ребята очень хорошо знают математику, увлекаются математикой, знают теоретическую физику. Вот, я бы все-таки выбирал факультет в МФТИ, исходя из того, как вы видите свою работу в будущем. То есть, например, вам интересно запускать там ракеты. То есть, вы не смотрите, что там нужно сдавать, еще что-то. Ну, как бы не то, что нужно сдавать. Это, конечно, нужно посмотреть. Вы не смотрите, какой факультет престижнее, да, там интереснее. Самое главное узнать, какие там базовые кафедры. То есть, ну да, мне кажется, такой занудный вопрос изучать базовые кафедры какие-то. Но, по большому счету, вы, выпускаясь со своего факультета в конце, будете работать, скорее всего, на каких-то базовых кафедрах. И эти кафедры, они занимаются какими-то направлениями. Например, на МФТИ есть базовая кафедра Сбербанка. Базовая кафедра, там, вроде была Тинькофф, вроде этого есть Яндекса, да, и так далее. Эбби. Значит, скорее всего, вы будете заниматься чем-то, что интересно этим компаниям. Вот у меня на кафедре есть лаборатория нанометрологии. Скорее всего, вы будете какие-то наночастицы изучать, двумерные материалы типа графена. Вот. Будете изучать молекулярно-химическую физику. Ну, то есть, прям по профилю. И, соответственно, есть лаборатории, где этим занимаются. Если вы на химбио, то вы будете фармацевтику изучать и какие-то еще вещи схожие. Ну, вы можете прямо посмотреть на кафедре, на сайте МФТИ написано, какие есть базовые кафедры. И вы можете почитать, узнать, изучить. На самом деле, чем сильнее вы поймете свою цель, ну, вот, что вы хотите, то есть, куда вы хотите поступить, тем легче вам будет дальше жить, потому что вы будете все время впитывать информацию, которая вам уже интересна. То есть, например, я свой пример могу привести. Когда вы начинаете каким-то вопросом быть увлечены, вам всегда приходит какая-то информация. Все люди вокруг понимают, о, этот человек хочет в МФТИ. Расскажу-ка я ему, что знаю человека из МФТИ. Расскажу я ему еще что-то. Или там, ну, все вокруг начинают понимать, что вы туда хотите. И каким-то образом к вам приходит какая-то информация, которая вам помогает раскрыть полную картину. Поэтому, например, чем раньше вы определитесь с целью, тем раньше вы сможете съездить на день открытых дверей, узнать, когда он, приехать, расспросить все. Вот. Ну, кстати, у нас в школе все кураторы, и, ну, кроме математики, куратора по математике нет, но по физике. То есть, все физтехы в основном. Вы можете, если, ну, там, запишите на наши курсы, вы все время сможете получать какую-то актуальную информацию о физтехе. То есть, в принципе, спрашивать все. Да, спасибо большое. Много полезного. И сейчас один момент уточню. На ФИФТИ нет программирования или есть? На ФИФТИ есть. ФИФТ – это вообще программистский факультет. Остальное нет. Остальное нет? Остальное не программистское, но везде есть. База. База по программированию. То есть, например, у меня было программирование почти два года. Ну, курсы. То есть, там, ООН, СИ плюс плюс, алгоритмы. Вычислительная математика – это применение разных алгоритмов уже физических процессов. То есть, ну, я бы сказал, что если этим быть увлеченным, то я бы мог хорошо выучить программирование. Просто, ну, как бы мне эта тема не сказать, что прям очень была интересна. Но, к примеру, моей базы хватило, чтобы написать на заказ Telegram-ботов. Или простенький сайт какой-то. Плохо. Ну, типа, например, ее хватило. Мне не пришлось какие-то там дополнительные прямо обучения проходить. Просто немножко открыл, как использовать библиотеку, и ее уже использовали. А, типа, еще вопрос. А вот, допустим, на каком языке программирование на 50? Ну, то есть, что изучают? Python, C++, HTML? Изучают, ну, как все, я не знаю, как это. Вот Python. Хочешь Python учи, хочешь нейронные сети изучай, машинное обучение. Хочешь изучай базы данных. Хочешь изучай, как строятся сайты, как строятся приложения, как строятся блокчейн-технологии. Вообще все. То есть, ну, раздолье полное. Ты просто первые два года получаешь C++, Python и алгоритмы базовые, а после двух лет ты выбираешь все специфики. Понял. Понял. Продолжайте внимательно слушать. Вот, например, ты можешь выбрать специфику, там, банковское дело, да, ближе к банку. Значит, ты будешь изучать какие-то, ну, как, например, этот, SQL, вот, к примеру, как работает баз данных. Вот. Если захочешь изучать блокчейн-технологии, то тоже, да, специально там языки, я, кстати, не знаю, какие там языки используются сейчас. Вот. То есть, ты, как бы, уже там специфику выбираешь и в том направлении двигаешься, работаешь. Как выбрать то, что тебе интересно? В принципе, пока вы девятый класс, у вас есть огромная возможность себя попробовать в каких-то проектах. То есть, например, есть какие-то студии эти, ну. Ну, там много, да, есть разницы. Да, действия различные. Вы можете просто попробовать свои силы в программировании своего приложения, к примеру, своего небольшого сайта. Я не знаю, изучить, ну, нейронную сеть обучить, да, например, какие-нибудь простые вещи делать. В принципе, открытой информации по этому поводу много. И я бы советовал немножко пощупать то, чем вы будете заниматься. Потому что, вот, например, когда вы поступаете на факультет, у вас, если вы как бы абстрактно думаете, что мне потом этим заниматься, а пока что я просто буду учиться, у вас не идет наращивание какой-то базы знаний для того, чтобы ее применять. Вот, к примеру, расскажу свой случай. Вот сейчас мы открываем вот эту школу, да, то есть ее строим, в том году строили, в этом году нахожу преподавателей различных, мы там вместе коллективом все это создаем. Я сейчас параллельно учусь на технологическом предпринимательстве в МФТИ. То есть я туда поступил. И я там уже задаю вопросы всем преподавателям. Я говорю, у меня проект, мне вот интересно, как разобраться с бухгалтерией, допустим. И мне преподаватели уже отвечают и дают какие-то знания, которые я могу сразу же применить в своем деле. То же самое я бы советовал вам. То есть если вы, например, выберете какое-то дело, и вы поступите в МФТИ, вы уже будете понимать, а мне вот это важно, а мне это интересно, потому что я хочу потом что-то строить на основе этого. Ну, надеюсь, моя идея сейчас ясна, о чем я. Ну да. А вот, допустим, такой вот вопрос. Вы можете вот какие-то платформы посоветовать, которые вы знаете, там, допустим, для изучения, либо для проекта? То есть, ну, я знаю то, что много разных, даже тот же Яндекс устраивает много разных марафонов и так далее. Вот вы про какие-то из этих знаете, допустим? Слушай, ну, я могу связать с человеком, который знает. Напиши мне в личку в Телеграме. Буду благодарен. Потому что, допустим, вот тут два человека, которые остались, эти два человека, им эта тема очень интересна, узнать про все. Поддерживаю. Потому что мы, получается, проходили марафон от Яндекса. И, в принципе, нам это все интересно, на самом деле. Хорошо, да. Топаемся, разбираемся. Ну, вообще, для того, чтобы, конечно, вот, по моему мнению, чтобы достигнуть в программировании высокого уровня, и даже, кстати, в физике, вам нужна какая-то вот математическая смекалка. То есть, ну, действительно, вот, например, курсы по олимпиадной математике, это такая прям необходимость, мне кажется. Потому что иначе вы просто не освоите некоторые алгоритмы для того, чтобы писать нейронные сетки. Потому что там везде используется Теорвер. Притом Теорвер такого, ну, как бы очень сложный такой, ну, такого хорошего уровня. Если вы захотите что-то действительно прикольное делать, то вам, конечно, нужна база школьная, хорошая по программированию и по математике. Потому что многие программисты думают, зачем мне математика, если я просто хочу, там, работать с программистом. На самом деле это не так. Если вы не будете знать математику, то потолок просто в профессии будет сильно ограничен. Вы просто некоторые вещи не будете тянуть. А вы можете какой-то язык программирования посоветовать с самого начала? Ну, лучше знать. Питон. Какой? Питон? Да, питон. Слушай, 100% питон. И если хочешь писать сайты, то HTML сверху еще. Ну, HTML – это язык разметки, верстки. Ну, да, там просто, в принципе, все. Питон – это база. Ну, допустим, тот же Яндекс, он написан на питоне. Но он, в принципе, банально проще, чем C++ либо Java. Это прям 100%. Смотрите, здесь есть две точки зрения. Когда вы сразу пишете на языке полегче, ну, попонятнее, вам потом очень тяжело будет осваивать C++. Поэтому для старта, если у вас все-таки вы мотивированы, то я бы советовал осваивать сначала C++, потому что потом вам будет его очень сложно осваивать, потому что вы уже освоили очень легкий, ну, более легкий метод решения таких же задач. Поэтому, ну, как бы здесь есть два варианта, да. Первый вариант кажется такой более старый. Сначала, я там, не знаю, изучи какую-то базу, чтобы потом понять, как вообще все устроено. А с другой стороны, сейчас идет такая тенденция, да, что база настолько уже большая по некоторым областям наук, что, как бы, смысл учить всю базу, если надо уже сейчас хоть чему-то научиться и уже это использовать. Поэтому здесь, конечно, выбор ваш. Ну, так-то да. А некоторые вообще с Паскаля начинают. Ну, нет, с Паскаля вообще нельзя начинать. Ну, да, просто некоторые друзья начинали с Паскаля, но у них там вообще, не считая Паскаля нужным языком. Это просто типа язык, который написан для обучения людей. Это, ну, то есть, это максимально неприкладная вещь. Ну, да, Ерланд. Сразу хоть что-то, что хоть где-то, хоть когда-то себе пригодится. А есть вот мусорные какие-то знания. Нет, понятно, что вы алгоритмы выучите на нем, да, и это неплохо. Но в целом зачем его учить, если можно учить что-то другое, что потом еще где-то пригодится. Поэтому Паскаль такой себе вариант. Ну, так-то да. У меня вот такой вот крайний вопрос остался. Получается, какие бы вы посоветовали или какие вы знаете предуниверсарии, Солнце или какие-то лицеи в Москве? То есть, допустим, я не из Москвы, я из региона. Я бы хотел попробовать поступить в Москву в девятом классе, ну, в десятом, получается. Есть ли какие-то, ну, те же самые Солнце, предуниверсарии, которые вы бы могли посоветовать? Чтобы... Вот. То есть, я уже про некоторые знаю, классные. Ну, наверное, из такого я знаю Солнце в ГУ, неплохое место. Вот. Ну да. Про это я тоже знаю. Из тех лицей, но я не знаю, там есть общежитие или нету. Важный момент. Честно говоря, не знаю. А Солнце в ГУ и гимназия в ГУ, это две разные вещи? Скорее всего. Я не слышал про гимназию. Две разные. Да, Солнце в ГУ, это другая тема, другие направления. Вот. При Бауманке, при Вышке есть что-то. Надо тоже смотреть, синтересоваться. Я просто не интересовался этим вопросом. Я бы так занялся этим вопросом. Выбираешь себе там 10 топовых институтов. Скорее всего, при них что-то такое есть. Это первый вариант поиска, да? Типа Солнце в ГУ и так далее. Второй вариант поиска – это просто, ну, как типа школы, ну, лицеи, интернаты. Правильно же? Тебе же нужно еще проживать там как-то? Или тебе все-таки важно просто, ну, квартиру, например, сможешь снимать? Ну, блин, в идеале, конечно, проживать, а не на скамеечке где-то ночевать. Ну да, то есть, ну, если с проживанием, то тогда ищи какие-нибудь интернаты. Ну, допустим, какие-то, не знаю. Ну вот. Да, но здесь, конечно, надо смотреть. Может, все, последний экран не вопрос? А, или Федор еще, если хочешь. Давай, 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 говори. Все. Я хотел сказать спасибо. Окей. Если не секрет, когда вы поступали в МФТИ, было сложно, как вы там ИГС дали? Были у вас какие-то дополнительные олимпиады, проекты? Когда я поступал в МФТИ, было сложно и поступить, и учиться. У меня была достаточно слабая база, и поэтому, как бы, олимпиады у меня были, но они были не котированы в МФТИ. То есть, их не хватало их льгот для того, чтобы они сделали мне какой-то существенный вклад. Поэтому, в принципе, поступал по ЕГЭ. Ну, практически, да, практически по ЕГЭ индивидуальные достижения. Вот, но у меня... Вот здесь, как бы, тоже такой момент. Вот, например, курсы, которые сейчас мы запускаем, они направлены на 5 олимпиад. То есть, мы здесь не распыляем подготовку. Мы вас не будем там, условно, готовить к Серосу, и к турниру городов, и к МОШу, и еще к чему-то, и еще параллельно к ПВГ. То есть, такого рода подготовка, она имеет свои последствия. Вот я, например, готовился так. То есть, мой учитель говорил, мы просто познаем математику. Это классный подход. То есть, я полюбил математику, я ее очень хорошо знаю. Но, когда я участвовал в топовых олимпиадах, у меня везде чего-то чуть-чуть не хватало. Одного балла, полбалла. Но по итогу в 5-6 топовых олимпиадах мне не хватило там одного, полтора балла, балла. Просто потому, что сама подготовка была сделана очень широко. Мы изучали вышмат, мы изучали какие-то матрицы и так далее. То есть, то, что по большому счету интересно, конечно, полезно, но это не приводит к хорошему результату. Поэтому на основе своей ошибки такой, да, я сейчас организовал курсы с идеей того, чтобы эти курсы готовили к конкретным олимпиадам. То есть, они должны приводить к какому-то результату четкому, фиксированному. Потому что иначе это, ну, как бы, знаете, очередная развивалка. То есть, ну, можно ходить, знаете, на какой-то японский счет какой-нибудь, не знаю, к примеру. Вот, это прикольно, это интересно, это развивает мозги. Но имеет ли это практическую пользу потом? Именно практическую с точки зрения прям какой-то выгоды. То есть, вы получите льготы, вы поступите в институт, который мечтаете. Это уже не факт. Поэтому вот, например, я, когда учился, я вот встретился с такой ошибкой. И, ну, при моей подготовке была такая ошибка, поэтому сейчас, как бы, я это учел. Исправляете. И курсы, в принципе, вот в прошлом году, да, из группы, из 20 человек в среднем 7-8 дипломов было. То есть, ребята поступили. И вот мы в том году, мы в начале этого года приехали на физтех 1 сентября просто. И нас там встретили два ученика, может, вы видели в чате физтеху. Нас встретили два ученика, и мы с ними сфотографировались. То есть, они на курсах на наших подружились и поступили на физтех. Да, было делать. Это здорово, это здорово. И мне многие отписали, что поступили в СПБГУ, в ЭТМО, в Вышку, в Ауманку. Крутые чуваки. Да, то есть, я прямо очень рад. И, значит, подготовка действительно удалась в прошлом году. И поэтому решили в этом году все это уже масштабировать, сегментировать. То есть, выбрать физиков хороших, набрать. То есть, у физиков, например, у всех очень высокие тоже результаты по Олимпиадам. У математиков, у преподавателей УГЭ, кстати. Я не знаю, вы пойдете, нет? Пойдем, пойдем. Посмотрим. Тоже очень высокого уровня преподаватель. Она набрала по ЕГЭ 396 баллов. А это как бы нифига себе. 396? Да. Это классно. А я четыре предмета сдавала? Да, четыре предмета. Математика 100, информатика 100, русский 100. И олимпиада по физике, поэтому тоже 100. И индивидуальные достижения 10. Офигеть. Вот. Поэтому я бы вам советовал сходить на ОГЭ по математике и просто послушать. Мы придем, 100%. Вот. То есть, ну, лично я, я думаю... Все преподаватели выбраны очень талантливые. И я бы советовал сходить, посмотреть вот к физику Сергею. Мне очень нравится, как он ведет вебинары. Вот. Ну, мы были на физике. Прикольно, да. И матеша. То есть, по сути, вот сейчас вот для девятого класса, то есть физика девятый класс, матеша и матеша ОГЭ. Вот. А физика же есть ОГЭ и олимпиадная, нет? Вроде нет. Не услышал. Физика есть ОГЭ и есть олимпиадная. Нет, нет ОГЭ физики. Только по матеша есть. Да. Для девятого ОГЭ. Понятно. Вот. Она вроде завтра будет. После физики девятого класса. То есть, с 17 до 19 будет физика девятый класс, а потом еще два часа будет матеша ОГЭ. Да. Четыре часа чистое время. Но в любом случае подготовка – это всегда серьезный процесс. И мне кажется, что подготовка в такой среде, когда молодые преподаватели, которые не нудные, которые могут с вами пообщаться, мне кажется, это интересно. И она очень комфортная. Это очень круто. Кстати, я была на Фоксфорде, на их всех этих курсах олимпиадных. Честно говоря, я там немножко засыпала, хоть там было интересно, все остальное, но два часа я реально уже уставала, хотела спать. Но вот с вами такого ощущения вообще нет. Ну супер. И общение меняет похоже намного план курса. И подача другая. Лучше видно. Ну то да, типа полтора-два часа проходит очень быстро на самом деле. То есть бамс-бамс-бамс, в итоге нарешали много задач, пообщались и уже как бы два часа прошло. В следующий раз, конечно, будет вебинар более насыщенный. Я просто не ожидал, что вам так просто. Опять же, здесь тяжело определить уровень. Поэтому задач будет в следующий раз больше. То есть будет два часа прям рабочих, а потом уже немножко общаться. Вот так вот. Окей, хорошо. Тогда ждем следующую встречу. Да, все отлично. Ну зовите друзей тогда тоже. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что уделили время, ответили на все наши вопросы. Какие друзья-y, наверное, уделили время, ответили на следующий раз.